еще раз всем привет я смотрю уже 26 25 кто-то отключается подключается но мы наверное уже начинать опоздавших долго не ждут собственно я марк я руководит группой разработки интерфейсов толоки и сегодня расскажу про наш новый инструмент интерфейсов проектов для начала я хотел бы с вами как-то познакомиться поэтому сейчас запущу вопрос в котором положу осветить на два вопроса один вопрос это насколько хорошо вообще знакомы с толокой а второй вопрос насколько вы оцениваете свои навыки программирования мне эта информация довольно должна помочь больше материалом дать эту эту репутацию я пришла поэтому отвечайте не стесняйтесь 60 процентов человек голосовала ждем всех те кто опоздал и скорее всего просто к сожалению увидят но большинство уже его видят окей я вижу интересные цифры целых 20 процентов из вас уже работают давно столовой делают сложные процессы это круто и больше половины уверенных разработчиков судя по вашим ответам точнее навыки есть окей я завершаю просто спасибо большое что я даже вам покажу наверное там результаты видно сейчас результат не видно я не не понимаю вот наверно сейчас фильмы всем результаты такая картина как я вижу довольно многие работали уже непосредственно с толокой и какие-то навыки программирования большинство имеют даже половина уверенно чуть меньше половины и на это начнем и для начала хочу сказать про сегодняшний план да что мы сегодня будем обсуждать сначала я вообще обсужу как происходит сейчас создание интерфейсов для проектов далее расскажу про наш новый инструмент после этого будет блок ответов на вопросы и после этого мы перейдем к демо я уже вижу вопрос да запись будет они уже ответила спасибо собственно вы можете накидывать свои вопросы в чат вообще как можно задавать можно будет задавать их как голосом так и текстом чтобы задать вопросы голосом лучше всего будет поднять руку поднять руку в зуме можно через специальную вкладку участники и в ней есть такое такая иконочка поднятой руки если вы нажмете у вас такой же индикатор появится мы это увидим на секции вопросов и ответов и дадим вам слово конечно же мазать текстом для этого есть чат в зуме кто вдруг не знает просто жить ваши вопросы по ходу дела и мы ответим уже момент когда будет блок вопросов ответов на вопрос создать начнем первый кусок это с текущей вообще сложности при создании интерфейсов проектов вообще сейчас чтобы стать проект нужно написать на придумать какое-то название описание которое таблица исполнителем написать для них инструкцию чтобы они не запутались каких-то сложных пограничных случаях ну и собственно создать интерфейс задания для них и спецификацию входных данных так как многие за сетям работали думаю всем понятно о чем я говорю интерфейс сейчас будет вот так да у нас есть какие-то поля из тмл css js и входные выходные данные что с этим вообще не так собственно довольно высокий порог входа сейчас чтобы начать создавать интерфейсы нужно во-первых знать джаваскрипт html css и еще изучить то как это у нас работает у нас есть свои свои и 5 которым предоставляем нужно с ними уметь работать довольно мало готовых решений у нас есть шаблоны проектов когда у нас есть такая страница с примерами проектов которые предзаполняют уже всякие поля включая интерфейс задания в целом это наверное основные большие удобные куски которые вам позволяют создавать проекты без сильных без серьезных навыков разработки но это наверно в целом все что есть и даже если вы успешно создали какой-то проект не факт что у вас получится переиспользовать куски из него то есть для этого нужны хорошие навыки программирования потому что нужно как-то выносить джаваскрипт куски файлы например и прочие вещи мы это все видели слышали и уже какое-то время разрабатываем и недавно запустили новый инструмент этот инструмент называется конструктор шаблонов он представляет из себя редактор в котором есть предпросмотр в редакторе вы пишете конфигурацию с помощью джессона и описываете какие-то элементы интерфейса это могут быть блоки для отображения картинок поля для ввода данных поля для выбора сразу же справа вы видите в реальном времени превью там уже большое количество готовых компонентов вам не нужно самим писать какие-то джаваскрипт код только за использовать то что уже существует когда вы начинаете что-то писать в конструкторе вас плавают подсказки которые говорят что в этом месте можно использовать в данном случае я в массиве items поставил курсор и мне подсказывают что можно использовать там лауты view элементы field элементы и также есть подробное описание что этот компонент делает все эти компоненты адаптивные из коробки то есть вам не нужно заботиться о том чтобы на мобильных устройствах если запускаете свои проекты на мобильных устройствах как-то специально переписывать код собственно как видите данном примере я сделал картинку и если интерфейс становится меньше то есть ширина экрана до пользователя меньше картинка ужимается можно сконфигурировать пропорции то есть например вы знаете что у нас все картинки например квадратные вы можете сдать соотношение сторон картинки и тогда картинка будет всегда пытаться вписаться в это соотношение сторон также мы сделали довольно простой механизм настройки вальдации если до этого вам нужно было в JavaScript писать самим код валидации, то сейчас достаточно просто заполнить поле validation с каким-то условием, написать подсказку, которая вылезет, если вдруг условие не было соблюдено, и, собственно, оно отработает. И одна из важных вещей, как мы считаем, это автоматическое создание спецификации данных. То есть вам не нужно больше делать интерфейс в отрыве от данных, а данные проектируют спецификацию в отрыве от интерфейса. То есть вы описываете ваш шаблон, и спецификация практически генерируется. То есть, как видите, входные данные автоматически указались, имидж и URL ссылка обязательная, и выходные данные поле вердикт. Вердикт мы видим на сканшате Data Output Path Verdict. Собственно, сейчас давайте я подключаю на ваши вопросы. Сначала посмотрю, есть ли что-то в чате, а дальше посмотрю на поднятые руки. Так, тут был вопрос, можно задать любые вопросы, или только про Талаку или конструктор. Все-таки больше про конструктор сейчас вопросы, а про интерфейс задания, задания проектов. Так, поднятых рук я не вижу. То есть, все было очень понятно. Давайте попробуем вместо поднятия руки нажать кнопочку OK, чтобы все все поняли и нашли вообще эти кнопочки. OK, я вижу, да, что кнопочки люди находят. Отлично. Хорошо. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующей части, к живому демо. Демо у нас будет состоять из нескольких частей. Сначала я покажу на практике, как работает редактор, основные вещи, как описываются эти самые JSON-ы. А потом создам три проекта. После каждого проекта можно будет также… Я также подвечаю на ваши вопросы, если не появится. Так, сейчас я открою браузер и расшарю вам экран. Так, секундочку. Вы сейчас должны были увидеть интерфейс Talaq и Sandbox, наше тестовое окружение. Можно тестировать, как работают ваши проекты, и создавать их, и самим заходить, пробовать их выполнить, чтобы протестировать, что это работает полностью верно. Собственно, давайте перейдем ниже. Я покажу, где вообще находится эта новая функциональность. Теперь при создании проекта появился такой редактор. Можно работать в старом режиме HTML, CSS, JavaScript. Можно работать в режиме потутора шаблонов. Эти режимы исключающие друг друга, то есть вы работаете либо с тем, либо с другим. По умолчанию в режиме потутора шаблонов у нас загружается стандартный шаблон подсказка, в котором мы рассказываем, что это такое, и даем ссылки в нашу документацию. Например, у нас есть быстрый старт. Там довольно много по английскому вылезло. У меня ведь английский язык стоит. Тут есть, так кажется, быстрого старта. Как с этим всем работать? Я думаю, у вас откроется на русском. Вот есть переключатель, если что. Здесь есть инструкции, как работать с данными, с аудио, с видео, с текстом. Среди советы, рекомендации. Как делать горящие клавиши, подсказки. И есть справочник компонентов. Как каждый компонент работает, зачем нужен, какие-нибудь поля, обязательности и прочее. Сейчас не будем углубляться в документацию. Вы сможете изучить ее потом. Собственно, давайте пробуем развернуть редактор на полный экран и что-нибудь сделать. Как я говорил, все пишется в мышц Джессона. Поэтому удаляем полностью этот блок, который сейчас у нас есть. И, например, сделаем какой-нибудь список. Как видите, я набираю текст, и у нас фильтруются подсказки. Все подсказки с какими-то описаниями компонентов. Бывают ссылки на примеры использования этого компонента. Так что вам должно быть довольно просто с этим разбираться. Возьмем view list, то есть компонент какого-то списка. У него по умолчанию заполнилось поле items и стандартные данные. Вы можете что-либо поменять, также удалять. Например, добавить картинку, view image и прочие вещи. Довольно простая механика. Как я понял, из запросов вы все в целом умеете программировать на каком-то уровне базовом. Поэтому, надеюсь, не должно быть ничего сложного. Давайте пробуем сделать первый проект. Как я говорил, первый проект будет у нас про категоризацию изображений. Сейчас я вам покажу пример его. Что мы хотим сделать по итогу. По итогу мы хотим получить вот такой интерфейс, где у нас есть картинка и, возможно, будет какой-то вердикт. И также есть ход кей. Если вдруг вердикт не выбрали, вырезает валидация. У нас есть список, я уже его создал. Есть картинка. И нам нужно сделать какой-то выбор вердикта. В данном случае это радиогруппа. То есть список элементов, когда нужно будет один элемент. Мы можем про это лейбл. Что мы хотим просить пользователя сделать? Простим его указать, какого цвета автомобиль. Что-нибудь подобное. И заполняем наши опции. Какие могут быть вариантов ответа. То есть лейбл для пользователя и value для ваших выходных данных. Красный, белый. Допустим, какой-нибудь смешаный цвет. Смешанный вдруг будет. Далее у каждого филда компонента field указывается в поле data. То есть куда нужно записать ваши данные. В данном случае мы хотим записать данные в output значения в поле вердикт. И мы можем сделать валидацию. Выбираем из подсказки поле validation. И мы хотим проверить, что что-то выбрали. То есть condition required. Сейчас, если мы попробуем отправить. У нас уже должна быть стандартная подсказка заполнена. Подсказку можно переопределять. Hint. И, допустим, мы хотим просить выберите цвет. Подсказка меняется. Единственное, что нам надо сделать, это поменять нашу зашитую картинку на какое-то входное поле. Для этого удаляем зашитую картинку. Выбираем data input. То есть входные данные. И указываем путь наших входных данных. Допустим, image URL. В редакторе конструктора есть вкладка пример входных данных. Там вы в качестве примера предоставляете JSON одного набора данных ваших. И указываете в нем нужные поля. В нашем случае это image URL и ссылка на него. Как вы видите, эта ссылка попала в наш шаблон через data input. И это возилось при просмотре. Но в целом шаблон готов. Довольно несложный шаблон. Но для того, чтобы исполнителям было удобнее работать, наверное, мы хотим добавить горячих клавиш и указать какую-то ширину одной сдачи. Для этого мы в редакторе выбираем поле plugins. Оно является массивом. И выбираем плагин толока. Для начала настроим размер одного нашего задания. Пусть одно задание будет 500 пикселей. Таким образом, у исполнителя с шириной экрана 1000 пикселей, 1200, у него будет, например, два задания в строчку. Остальные задания будут переходить на следующую строчку. И мы хотим настроить какие-то горячие клавиши. Для этого есть плагин HotCase. Концепция горячих клавишек заключается в следующем. Вы описываете действие, которое нужно сделать горячую клавишу. То есть у вас есть field радиогруппа, которая устанавливает значение, допустим, red в data output verdict. То есть вам нужно сделать такое же действие. Для этого мы выбираем какую-то клавишу, на которой хотим нависить действие, допустим, единичка. И выбираем action set. Это action, который устанавливает значение из payload данные свойства data. Указываем точно такой же путь в data. И в качестве payload укажем red. Как мы видим, в предпросмотре около кнопочки краски у нас появился индикатор единички. То есть тут доступна горячая клавиша. Если я нажму единичку, у меня выбирается первый вариант. Точно так же делаем для всех остальных вариантов. 1, 2, 3. То есть red, white и mixed. Все, наш шаблон в целом готов. Давайте я отвечу на вопросы, если появились у вас вопросы. Я не вижу вопросов. Сейчас посмотрю в участниках поднятые руки. Поднятых рук тоже не вижу. Похоже. Либо все хорошо, либо ничего непонятно. Давайте кто-нибудь нажмет крестик, если ничего совершенно не понял. Вот совсем-совсем. Окей, таких нет. Тогда считаем, что всем-совсем было понятно. Перейдем к следующему шаблону, который хотим сделать. Сейчас я вам также его покажу. Мы хотим сделать какую-нибудь расшифровку аудио. То есть у нас должен быть... Сейчас. Должен быть плеер для аудио. Тут у меня подсказка близла. Должен быть какой-то плеер для аудио. Поле для текстового ввода. И на всякий случай кнопочка, что никто не говорил. Допустим, там просто белый шум или какая-нибудь музыка играет на фоне. Нам также тут потребуется ViewList. Какой-то компонент для проигрывания аудио. Компонент для ввода большого текста. И CheckBox. Давайте очистим полностью View. И сделаем опять список. ViewList, в котором мы хотим сначала отобразить аудио элемент. Для этого есть ViewAudio, компонент, который проигрывает аудио. Добавляем его. У нас даже есть какой-то пример звука, какая-то музыка. Дальше нам нужно какое-то текстовое поле, но для большого ввода. То есть это FieldTextArea. Поле для многосрочного текста. Владимир просим расшифровать текст из аудио. И будем записывать все в поле текста. Также мы хотим добавить галочку. Какой-то CheckBox, который будет спрашивать пользователя, вдруг там ничего не было звуков. Никто не говорил. Теперь мы хотим сделать валидацию, что если никто не говорил, то текст Area не обязательно. Заплатить его не обязательно. Давайте проверим, как это здесь работает. Тут требуется прослушать аудио и расшифровать аудио. Но если никто не говорил, то мы не требуем расшифровки аудио. Собственно, для того, чтобы сделать проверку на проигрывание аудио, мы можем в ViewAudio добавить поле Validation и выбрать Condition, который называется ConditionPlate. То есть условие, которое проверяет, что этот объект был воспроизводителем. Это работает для видео и аудио элементов. Если нужно, что строить, увидим и не увидим ошибку. Еще раз. У нас ничего не отработало, потому что я уже проиграл аудио. Давайте посмотрим нашу подсказку. Все верно, но почему-то у нас не сработала валидация. Допустим, она сработала. Мы разберемся, почему она не сработала, исправим это. В этом примере все работает. Нам нужна проверка на текстарию, что ее заполнили. Заполнили. И чинг-бокс. Также используем входные данные для ViewAudio. Пусть это будет аудио URL. В примере входных данных укажем этот аудио URL. У нас отображается фармочка. Вот, у нас заработал плеер. Требуется запустить плеер, и плеер должен быть заполнен. Также перепишем подсказки на свои. И, допустим, нужно прослушать аудио. И нужно ввести текст. Собственно, вот у нас есть проект, который теперь работает. Мы слушаем аудио, выводим какой-то текст и отправляем. И я уже вижу, что у нас в чате пришла пачка каких-то запросов. Вопросов-запросов. Давайте поотвечаем на них. Как добавить гречи клавиши в цикле? Я не совсем понял про цикл. То есть, цикл чего? То есть, если у вас множество элементов, давайте можете включить звук и отучить вопрос голосом, чтобы я детально понял. Паша, заменку. Я чуть ниже код приложил. Может быть, вопрос глупый, я просто не фронтенд. Фронтенд плохо знаю. В двойных фигурных скобках что вообще пишется? Как это гуглить? То, что в двойных фигурных скобках, что это такое? Это сейчас в текущем механизме толоки используется хэндлбарс. Шаблонизатор, у которого есть различного рода команды. В данном случае это цикл. Есть циклы, есть поля, как у вас в примере филд какой-то, он отображается и прочее. Под вашим примере у вас вводится список категорий. И для каждой категории получается какая-то кнопочка появляется. Вас интересует вопрос именно по джаваскриптовому или как это сделать на конструкторе? Я с конструктором не работал до этого, поэтому, наверное, вот как через двойные фигурные скобки это сделать? Я думаю, просто стоит сказать, что двойные фигурные скобки – это как раз пример нашего старого редактора интерфейса. И на нем есть вот такая возможность на основе входных данных в цикле их перебрать и что-то отобрать. Марк, если что-то подобное можно повторить и реализовать теперь с конструктором шаблонов, не прибегая в войны фигурным скобкам, ты можешь, наверное, показать. Да, это можно повторить на кризис шаблонов, собственно, для того, чтобы сделать такой динамический список. Мы хотим сделать такой список и в качестве элементов отображать каждый элемент нашего массива. Допустим, у нас есть входные данные категории. Это массив. В каждом элементе массива есть, не знаю, title. Что это за категория? Я не знаю. Машина. Животное и прочее. И мы берем в качестве айтемсов для хелп-трансформа указываем дата-инпут категории и преобразуем каждый элемент в какой-то объект. В данном случае мы хотим вывести, допустим, поля ввода, текстовые, в лейблах которых будет название категории. Для этого в хелп-трансформе используется data-local. Тут мы указываем item title. У Павла был пример, что это радиокнопки. Там радиокнопки, да, были? Давай сразу повторить. Да, давай правильно повторить. Чтобы сделать радиокнопки, можно даже сразу это все передавать в радиогруппу. У радиогруппы есть опция. И вместо того, чтобы делать поля для ввода, мы будем делать сразу же какие-то опции для нашей радиогруппы. У опции радиогруппы есть label и value. Для этого мы добавим options и укажем, куда они будут записываться. Выходные данные, категория. Собственно, еще раз показываю. Мы в примере входных данных передаем список категории, видим массив, в котором есть title, допустим, value. и тут их перемапливаем из массива в опции радиогруппы. Ошибся тут. Секундочку. Когда мы видим машину, отправим форму, у нас попадет сюда категория машина. Животное, править, это категория animal. И если мы захотим добавить для таких элементов горячие клавиши, сейчас нам потребуется сделать такой же helper transform, в котором будут создаваться плагины. в котором будут создаваться плагины горячих клавиш. И в качестве ключа сейчас тут, наверное, не можем использовать вычислимые значения. Скорее всего, тут так же, как и в handlebars, все будет неудобно это сделать. Категория payload data local категория item value. Там опечатка на 37-й строке. Хорошая. Спасибо. Ну, это не в ней дело. 38-й, 37-я категория. Нам нужно еще динамически здесь описывать идентификатор. И мы сейчас, не путаю, к сожалению, так не можем сделать. Так что, к сожалению, с ходками тут, наверное, сейчас решения нет. Возможно, мои коллеги могут меня поправить. Да, вот Миша пишет, что есть helper entry to object. Но, я думаю, это будет довольно сложное решение. Мы на будущее уже запомним это, попробуем в дальнейшем улучшить. Есть еще какие-нибудь вопросы у вас? Давайте не стесняться на голосом, включать, отвечать. Был еще вопрос. Поддерживаете редактор частичное сворачивание иерархии JSON? Да. То есть, можно в редакторе. То есть, в редакторе мы используем Monaco редактор. Он используется в S-коде, например. И здесь на полях можно сворачивать блоки. Также есть горячие клавиши, которые есть также в S-коде. Точно такие же. Еще были вопросы? Это я потерял. Довольно неудобно шарить экран и искать вопросы. Нет, вроде бы нет. Там был вопрос про фотографии, но ответили честно. Ну, фотографии, ну да, у нас такого отдельного своего хранилища нет. Что еще есть? Вопросы какие-то? Может быть, непонятно что-то, что я показываю? Может быть, есть какие-то идеи, предложения на будущее? Расскажи, куда мы это раздевать хотим? Да, я надеюсь, не успели меня спросят об этом. Затаили вопрос, как это мы поменяли двойные фигурные скобочки теперь, значит, на одинарные. Мы говорим, что это классно. Да. Ну, давайте на такое небольшое вступление еще раз дам про JavaScript. В JavaScript сейчас мы совершенно не контролируем с точки зрения платформы, что происходит. Мы не знаем, что вы там пишете и не можем дать вам удобного инструмента написания этого JavaScript. Конструктор же позволяет нам понимать структуру вашего шаблона и в дальнейшем мы сделаем поверх него визуальный редактор. Мы уже проводим R&D работу в этом управлении. Пробуем, смотрим, как можно будет визуализировать JSON и вообще не писать какой-то код. Из чата можно разрабатывать свои компоненты. На данный момент свои компоненты разрабатывать нельзя. В перспективе мы планируем дать такую возможность. Но если у вас есть какая-то потребность в компонентах, пишите нам. Мы обязательно изучим, посмотрим и, возможно, добавим такой компонент. Еще стоит добавить, что мы будем насыщать нашу библиотеку стандартных решений как раз с решениями, сделанными на базе конструктора. И надеемся, что под многие задачи не придется сильно модифицировать все эти конфигурации, потому что они уже будут готовы. Анна спрашивает про редактор инструкций. Да, у нас есть мысли по этому поводу, чтобы также как-то упрощать создание инструкций. Пока никакой конкретики, к сожалению, не могу рассказать. Но будет что-то, скорее всего, разрабатываться в подобном плане. То есть какие-то конструкторы инструкций, чтобы это все было проще контролировать и изменить. А есть какие-то, да, запросы про именно, как именно хотите вы его улучшить? То есть, может, вы послушали. Ну, сейчас неудобно, что когда там в виде кода смотришь, то все срепляется в один черно-белый текст. Вот, то есть, что тоже не подсвечиваются никакие ключевые слова. Вот. Ну, то есть, вот сейчас вот тут слева видно, да, нормально все подсвечивается. Если в инструкциях тоже было бы, было бы классно. Вообще сейчас... Нет подсветки и опускация, да? Что еще раз? Нет подсветки, то есть две проблемы. Нет подсветки в инструкции, ну, в режиме HTML-кода и опускация. Есть. Я, конечно... Да. Я просто про инструкцию добавлю, что я когда-то слышал, что вообще на самом деле имеет смысл просто какой-нибудь markdown прикрутить туда и не мучиться с HTML-кодом. Вот. Не знаю, насколько это было бы решением. Я не знаю, проблема это или нет. В инструкции был такой момент, когда копируешь из варда, что-то вставляешь в инструкцию, исправляешь, смотришь просмотр на этой странице, он корректно отображается. Когда запускаешь задание и смотришь из просмотра задания, инструкция другая. То есть, как будто редактор кода на самой странице, когда создаешь инструкцию, он не совсем совпадает с редактором кода, когда уже создал задание и смотришь инструкцию. У меня такая проблема была. Ну, технически это возможно было, потому что, наверное, еще не успела инструкция сохраниться на бэкэнде, а там у нас инструкция проходит санитайзинг. То есть, вычищается всякий вредоносный код внутри HTML, чтобы исполнитель мог безопасно просматривать инструкцию. Возможно, здесь произошла какая-то несостыковка. Но вроде эту проблему полечили, сейчас одинаково инструкция редактируется и со стороны заказчика, и должна выглядеть со стороны исполнителя. Но если эта проблема воспроизводится, ну, мы посмотрим, короче, попытаемся. А есть пример такой инструкции? Мы бы протестировали это. Мне на самом деле надо искать, но я поищу, если найду, скину. Хорошо. В чате еще вопрос появился. Да, сейчас я вижу. Если напишу конфигурацию большую, как мне быстро найти ошибку в редакторе? Давайте я покажу. Опять решаю экран. Допустим, да, у вас какой-то большой конфиг, и вы допустили какую-то небольшую ошибку. У нас открываются ошибки при просмотре, и тут указывается, на какой строке находится ошибка. То есть, это 7-я строка. Если нажать сюда, то мы переходим к месту ошибки. Оп, фокусируются курсоры в это место. Естественно, если будет большой шаблон, с этим будет удобнее найти проблему. Еще вопросы есть про конструктор, про толоку? У нас уже начали про все-про все говорить. Может быть, если вы прослушали, посмотрели демо, как-то, не знаю, быстро сравнить, насколько этот инструмент удобнее, чем то, как мы сейчас предлагаем создавать инструкции в старом формате. Или пока не попробуешь сам, сложно сказать. Давайте, вот простую вещь. Вот есть реакция, и поставьте палец вверх, если вы после этого рассказа готовы пойти и делать проект на конструкторе, а палец вниз, если не хотите почему-то. Не вижу пока ни одного пальца вниз. Либо я его кто-то не нашел, либо вам понравился инструмент. В любом случае, да, не стесняйтесь, пишите нам в поддержку, в чаты, в Тенеграме мы будем подсказывать, отвечать. Нам сейчас очень важно получить фидбэк от вас, доработать компоненты, сделать какие-то новые, услышать ваш пользовательский опыт и улучшить инструмент. Я так понимаю, больше никаких вопросов нет. Тогда передаю слово Тане. Таня, наверное, завершит наше мероприятие. Привет, да. Завершая, только начинаю здороваться. Спасибо всем, что пришли, да. Марк, спасибо тебе за отличный рассказ. Запись мы выложим в чатик. Вступайте, кто еще не вступил. Там вот наверху где-то есть ссылочка. Могу сейчас продублировать. Вот тут у нас, Марк, есть вопрос от Анны. Например, сегментации показали. Сегментации не показали, потому что как-то расплывалось вопросы. Я могу сейчас прямо показать быстро пример. Он довольно простой. На бис. А давай. Сейчас расшарю экран. Так, так, так. Какой экран? Слишком много экранов. Секундочку. Так, вот. Редактор наш. Что мы хотим? Мы хотим сделать какой-то компонент, шаблон, который позволит как-то размечать картинки. То есть находить на них какие-то объекты, выделять их прямоугольниками, точками или многоугольниками. Для этого у нас есть компонент Field Image Notation. Всего лишь раз, два, три, четыре, пять. Чуть меньше десятистрочек кода, и у вас уже появился целый компонент, который позволяет создавать точки на изображении, прямоугольники, какие-то многоугольники. Можно также добавить сюда ограничения по фигурам, которые хотите использовать. Например, только... Хочу только полигоны. У нас есть элемент только для полигонов. Можно сделать разметку с лейблами, указав массив лейблов, которые вы хотите давать против и выбирать. Хотя бы один элемент нужен. У нас один элемент, но он сломался. Допустим, тут были лейблы. Сева подсказывает, что там два лейбла, потому что одним лейблом размечать-то нет смысла. Спасибо, Сева. Можно добавить несколько лейблов. Например, лейбл машина, дерево, не знаю, то есть разметки данных, фотографии с машин. Человек будет выбирать, какой лейбл хочет сейчас размечать, и выбирать, рисовать свой полигон. Также нужно добавить туда ход кей. Для этого есть плагин для ход кей в Image Notation. Можно указать ход кей на лейблы, ход кей на разные режимы и ход кей на завершение либо отмену действия, чтобы пользователям было проще работать. Когда пользователь создает новый полигон, у него есть кнопочка А, чтобы завершить создание полигона, или есть кнопочка С, чтобы отменить создание полигона. Такой довольно простой компонент делается буквально в два клика и заполняются поля, которые вам нужны. Data input в качестве входных данных. чтобы картинка приходила из входных данных. Качество результата вы можете посмотреть, нажать на кнопку «Отправив». Как выглядит, например, полигон. Полигон – это shape полигон, лейбл такой-то и точки этого полигона. Надеюсь, Аннет вам поможет создать сегментацию. Спасибо, Марк. Тогда, наверное, пришло время завершить наш вебинар. И все оставшиеся вопросы пишите, пожалуйста, нам в чат или сразу в поддержку. Всем спасибо. Большое спасибо. Спасибо.